Сегодня глава Чувашии встретился с представителями промышленных предприятий. Тех, что составляют основу экономики республики, позади сложный для всех год, в котором промышленность уперлась в стену. Индекс промышленного производства замер на отметке 95%, ниже, чем прогнозировали в начале 2013-го. Но тяжелый год пройден, теперь нужно думать о дальнейшем развитии. Собственно, об этом заговорили сегодня на встрече чиновники и промышленники. Такие встречи власти и бизнеса уже стали традиционными. То, что сюда пришли промышленники, уже хорошо. Несмотря на трудный год, удалось сохранить предприятия. Главная тема этой встречи – как будет развиваться экономика Чувашии, что нужно предпринять, чтобы пойти в рост, пусть даже будучи ВТО. В условиях жесткой конкуренции продукция, производимая рядом чувашских предприятий, оказалась, конечно, меньше востребованной, что, естественно, вызвало сокращение производства. Кроме того, на сокращение производства повлияло снижение платежеспособности покупателей. Никакой трагедии в этом я не вижу. В то же время доходная часть консолидированного бюджета Чувашской республики выполнена с ростом на 7,4% к уровню 2019 года. При этом собственные доходы республики увеличились на 9,2%. И мы выполнили практически все свои обязательства перед жителями Чувашии, выполнили все обязательства по возврату государственного долга. Прирост в шести видах экономической деятельности. В остальных картина нерадушная. Хвосте по-прежнему производства транспортных средств, машин и оборудования. Инвестиционная активность вялая, а экономика сбавила темп, комментирует прошлые итоги профильный министр. Так, уменьшение общего объема грузоперевоза привело к падению спроса на грузовые вагоны. В результате этого промтрафтер-вагон три раза снизил объем производства. У нас основные крупные две отрасли. Это электротехника, которая сегодня тридирует, и машиностроение. Машиностроение подразумевает транспортное машиностроение, где сидят четыре крупных наши гиганта. Это вагон, это промтрафтер, это агрегатный завод Промлит, которые сегодня, в период развития общей экономики, они нас вытаскивают, а в развитии стагнации являются икорями. Но это не значит, что это наше все равно предприятие, за которое мы готовы отставить и бороться. Доля промтрактора на отечественном рынке машиностроения немного выросла. Это на фоне падения ряда конкурентов, добавляет представитель предприятия гиганта. На китайские производители не дремлют и уже закрепляются на Дальнем Востоке, который потерян для завода. Конкурировать с китайцами в цене чебоксарские тракторы-строители, увы, не могут. А мешают, говорят, чисто российские особенности. 70% продукции мы держим автомобильным транспортом. Потому что цены российских железных дорог, они уже настолько изменяемы, что они приводят к тому, что производители, которые сосредоточены в европейской части России, просто не могут отправить свою продукцию на Дальний Восток, отправить в Магадан и так далее. Она заведомо становится конкурентоспособной по цене. Между тем, внутри компании действуют свои стратегии развития. Рынок и российская действительность заставляют перестраиваться. Промышленникам на этих встречах есть о чем поговорить друг с другом. Многие просто рассказывают, чем живут сейчас и понимают, что нужно общаться теснее. Просьба восстановить советы директоров промышленных предприятий и, естественно, их проведение на крупных промышленных предприятиях с одновременной экскурсией. Вот как было раньше у нас в республике. Это, я думаю, что приносило и будет приносить большую пользу в плане развития кооперации в республике, обмена опытом и стремление к новому. Предложение вызывает одобрение в зале. Судя по всему, совету быть. Есть надежда, что он будет полезен промышленникам. Ольга Григорьева, Сергей Рябчиков, Республика.